МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите свежий выпуск видеожурнала лучших компьютерных игр. В студии Татьяна Аболенская. Здравствуйте. В течение ближайших нескольких минут вы узнаете о самых интересных новостях мира игр, онлайн, технологий и науки. Боевые дроиды на подножном корму. Военные снова пугают мир. Азероту угрожает очередной катаклизм. Космическая гонка вооружений. Игра изобретает сама себя. Человекоподобные роботы возвращаются. Вселенная боевых роботов Бэтл Тех еще в 89-м году из настольной превратилась в игровую. Но как-то нередко бывает с необычными сеттингами. Через несколько лет серия Мэг Вориор благополучно заглохла. Так хочется порой все сначала начать, подумали разработчики. И начали. Студия Piranha Games и владельцы вселенной Бэтл Тех, компания Смит энд Тинкер, торжественно объявили о перезагрузке игровой серии Мэг Вориор. Боевик про огромных роботов впервые пришел на экраны наших дисплеев в 1989-м году. Правда, после второй ее части разработчики начали уходить все дальше от классических правил настольной игры. Многие любители оригинала были разгневаны, что их ограничили в возможностях навешивать на роботов броню и оснащение. После выхода в 2002 году последнего дополнения Мэг Вориор 4 Mercenaries серия заглохла, о чем и неоднократно горевали вслух. Но когда в 2007 году Смит энд Тинкер выкупили права на игру у Microsoft, забрежила надежда на то, что мы увидим пятую часть. Однако вместо этого разработчики объявили о полной перезагрузке серии, тем самым между строк признав, что с вселенной настольной игры в последнее время обращались слишком уж вольно. Анонсированный проект потерял индекс, и называется он теперь лаконично Мэг Вориор. Время действия — 2015 год. Это еще до событий первой части серии. Сюжет отчасти напоминает Дюну Фрэнка Герберта. Мы играем за молодого знатного парня Адриана Холла. Бывший гуляка и специалист по вечеринкам теряет семью в результате предательского нападения соседнего клана. Быстро сменив повадки, юный Адриан садится на боевого робота и с верными друзьями начинает отвоевывать родную планету от оккупантов. Разработчики обещают городские баталии, разрушаемое окружение, снимаемые из поверженных врагов запчасти и разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов. Будут в игре и ролевые элементы. Чем дольше Адриан управляет одним типом роботов, тем лучше у него это выходит. Гнаться за неповоротливой мощью необязательно. Разработчики обещают, что всю игру можно будет пройти, не вылезая из легких мехов. Они обещают приложить все усилия к тому, чтобы игрок чувствовал себя не человекоподобным роботом, а человеком внутри гигантской машины. Правда, насколько боевая система будет близка к настольной, они пока не говорят. Зато известно, что в основу игры ляжет движок Unreal Engine 3. Пока одни студии радуют игроков, другие их огорчают. Стратеги в трауре. Мрачные новости пришли к нам из офиса Blizzard. Майкл Морхейм, исполнительный директор Blizzard Entertainment, объявил на телепресс-конференции о том, что в космическую стратегию StarCraft 2 не будет встроена поддержка локальной сети, а все многопользовательские баталии будут вестись только через Battle.net. Пока публика приходила в себя от шока, Blizzard заявили, что это трудное решение было принято с тем, чтобы обеспечить качественную многопользовательскую игру и защититься от пиратства. Трудно представить, как локальная сеть может помешать качественной игре. Ну разве только если игроки не прольют пиво на сетевой концентратор. А вот борьба с пиратством — это просто и понятно. Blizzard планирует использовать Battle.net как средство для защиты от копирования. Вот только под этим предлогом разработчики перечеркивают возможность устраивать сетевые вечеринки, которые сделали первый StarCraft таким популярным. Проблемными станут и киберспортивные состязания. Одно дело, когда компьютеры в одной комнате связаны и обмениваются информацией друг с другом. Другое дело, когда на каждый чих и щелчок мышью нужно посылать и принимать данные с удаленного сервера Battle.net. Тут не только тормоза начнутся и драки за пропускную способность интернет-канала. Тут любой сбой может испортить игру. В то время как стратеги всего мира бьются с Blizzard за локальную сеть, независимые разработчики мирно клепают свои маленькие, но очень необычные проекты. Об этом в нашем следующем репортаже. Что такое ремейк, знает каждый. Улучшенная и осовремененная версия игры. Что такое демейк, мы тоже недавно узнали. Эта игра искусственно состаренная и упрощенная. Среди независимых разработчиков уже давно проводятся конкурсы демейков и состязания среди художников на тему, как бы выглядела современная игра, если бы вышла в глубокой древности на каком-нибудь геймбое. Самый известный демейк — это боевик Гэнг Гэрисон 2, плоская восьмибитная версия Team Fortress 2. Почему-то творением Valve Software везет на такие вещи. Взять, например, знаменитый портал — ремейк игры Narbacular Drop. Сначала портал воплотили во флэш-версии, а потом независимый программист Джо Ларсон по прозвищу Симон задумался творить с игрой про торт «Страшное», ободрать с нее всю графику. Результат этой демейкерской вакханалии перед вами. Текстовая двухмерная игра Portal Assy — единственная и неповторимая. В ней нет графики. Отрисована она при помощи цветных символов и внешне напоминает древние ролевые игры. Обратите внимание, как реализованы в ней порталы. Они не просто переносят главную героиню из одного места в другое. Они не только зоны телепортации, а настоящие отверстия, через которые можно разглядеть другую часть уровня. А если повесить порталы под углом и прыгнуть через них, мир вокруг героини повернется, как и в оригинале. Текстовый портал уже дошел до стадии закрытого тестирования и релиз не за горами. Уже сейчас бета-тестеры жалуются в основном лишь на то, что игра слишком сложная. Из Vault of Warcraft пришла целая хапка новостей. Виртуальный мир бурлит и полнится слухами. Сегодня обсуждают повадки гоблинов и ураганы посреди великих морей. Стали известны новые подробности об очередном бесплатном обновлении World of Warcraft, получившем название Call of the Crusade. Власти Китая со скрипом разрешили снова запустить игру в Поднебесной. Супергильдии обгоняют знаменитую Энсидию в убийствах супербоссов. Разработчики пообещали разрешить оркам становиться людьми, а гномам — троллями за звонкую монету. Но всем на это наплевать. Жители Азерота обсуждают в эти дни лишь одно — катаклизм. Самое интересное в том, что никто точно не знает, что это такое. Blizzard зарегистрировала торговую марку катаклизм, относящуюся к играм, развлекательным услугам, комиксам, картам, книгам, фотографиям, плакатам, а также раскраскам, наклейкам и магнитикам на холодильнике. Это все, что известно. Дальше мы вступаем на зыбкую почву догадок и предположений. Приготовились? Ступили! Катаклизм может быть названием новой неанонсированной игры от Blizzard. Он может относиться к вселенным StarCraft или Diablo. Но все сразу решили, что речь идет об очередном третьем по счету платном обновлении World of Warcraft. И неспроста. Так почему же? Во-первых, катаклизм в Азероте был еще какой — великий раскол, разорвавший континент Калимдор на несколько частей. Во-вторых, домен WowCataclysm.com в конце июня был выкуплен компанией GoDaddy, которая занимается доменами игр от Blizzard. Ну и, наконец, название Wrath of the Leech King тоже в свое время было зарегистрировано за несколько недель до официального анонса на слете BlizzCon. Мы все знаем, что Blizzard — мастера в том, что касается тонких намеков. Пусть за нас говорят факты. В последнем обновлении среди праздничных хэллоуинских масок обнаружились маски гоблинов и человекообразных волков-воргенов. До сих пор в Хэллоуин раздавали лишь маски с лицами и мордами рас, за которых можно поиграть. Не значит ли это, что в дополнении мы сыграем за волков? Следующий факт. В новелизации писательницы Кристи Голден «Артос. Возвышение короля Лича» упоминается безбрежный океан, загадочное движение под поверхностью, исполинский шторм и целый мир, поднимающийся из глубин навстречу свету. По описанию, это не что иное, как всплывающий из глубин морских город бывших эльфов — жуткий Насжатар, которым повелевает колдунья Ашара, виновница катаклизма. Ну и, наконец, взгляните на этот таинственный список. Слева — области мира, справа — их предполагаемый уровень. Некоторые считают его утечкой информации обо всех дополнениях World of Warcraft. Другие называют его талантливой фальшивкой, сочиненной неизвестным любителем мистификаций. Так или иначе, первое появление этого списка Шинглера многими датируется как минимум 2006 годом, еще до того, как открылся темный портал. Да, мистификатор мог знать, что ждет нас за порталом, но он определенно не мог так точно угадать название областей Нортренда из прошлогоднего дополнения Wrath of the Lich King. Как видите, дальше в списке — острова Южных морей. Бананово-лимонный Тель-Абим, знаменитый Кезан, пиратский остров грабежей Гильнеас и, наконец, Майльстром — великий ураган, порожденный катаклизмом. Сомнений больше нет. Нас ждет странствие по Великому океану и пальмы далеких островов. Мы увидим столицу гоблинов, пиратские вольницы и старые города троллей. А королеву-змею Ашару, наконец, настигнет возмездие за то зло, которое она причинила Азероту 10 тысяч лет тому назад. А вот миру Вархаммер Онлайн не везет. Серьезные неприятности преследуют вселенную после отставки Марка Джейкобса и объединения мификс-баевая. Потрясения в пантеонах частенько оборачиваются проблемами для простых смертных. Стартовавший в прошлом году амбициозный виртуальный мир Warhammer Онлайн Age of Reconin' с начала этого года продолжает снабжать нас нерадостными вестями. Если еще несколько месяцев назад разработчики гордились тремя сотнями тысяч активных подписчиков, то летнее объединение серверов уже второе по счету заставляет задуматься о бренности бытия. Напомним, что в марте игровое сообщество было шокировано тем, что 40 североамериканских серверов War превратились в 15. Игра слопнулась почти в три раза. Этим летом выяснилось, что 15 — это тоже слишком много. Можно обойтись и девятью. Миры Iron Fist, Vortex, Monolith, Magnus и Sculptron упраздняются. Все их жители переводятся на оставшиеся сервера и получают в компенсацию ускоренный рост уровня и репутации. Такое затягивание поясов — недобрый знак. А если вспомнить, что буквально несколько недель назад из Mythic ушел основатель Марк Джейкобс, и компания фактически попала в лапы BioWare, становится совсем уж страшно за Warhammer. На фоне этих событий особенно издевательски прозвучала новость, что Mythic поможет BioWare в разработке Star Wars The Old Republic. По неволе представляется, как в офисы Mythic вваливается Рэйми Зука. Хватит, мол, ребята, маяться ерундой. Побыстрее сливайте Warhammer и займемся Звездными войнами. В копилку курьезов. Фирма Square Enix устроила виртуальные рейды на любителей оконного судоводства. Под раскулачивание попали те, кто держал дома больше десяти горшочков с цветами. В игре Final Fantasy XI с нарушителями порядка не церемонятся. За покупку или продажу валюты джилл персонажей закрывают навсегда. За мелкие нарушения бросают на съедение драконом. Этим игра и знаменита. Несколько месяцев назад разработчики похвастались тем, что создали автоматизированную систему отлова виртуальных преступников. Особому отделу по борьбе с преступностью, Special Task Force, был придан робот по имени RMT Pounder. И это было хорошо. Но в один прекрасный день любители игрового садоводства, мирные граждане, выращивающие в своих виртуальных мирах такие же виртуальные цветочки, вдруг обнаружили, что их персонажи закрыты. Навсегда. Конечно, такое случается и в реальной жизни, если выращивать не то. Но чем провинились обычные любители цветочков, тычинок и пестиков? Да, они создавали дополнительных персонажей, чтобы выращивать цветы не в 10, а в 20 и даже в 100 горшочках. Но это ведь не запрещено. Для Square Enix это даже выгодно. Чем больше у человека персонажей, тем больше он платит компании денег. Все учетные записи цветоводов были закрыты с формулировкой за торговлю виртуальным золотом. И похоже, у игроков, пострадавших за цветочки, нет даже возможности опротестовать решение. Куда, спрашивается, смотрит Greenpeace? Признавать ошибки в таких случаях не в обычае Square Enix. И охота на садовников стала для многих поводом покинуть ставший вдруг недружелюбным мир Ванадиэль. Быть может, наказывая кого попало, Square Enix намекает на то, что пора потихоньку перебираться в Final Fantasy XIV. А может быть, преследование садоводов – дело рук робота Паунера, который решил по заветам классиков убить всех людей хотя бы в одной отдельно взятой игре. Джойстик был изобретен в 80-х. Мышь больше 40 лет назад. Алфавитная клавиатура и вовсе в 19 веке. Давно уже пора выбросить из старой железки на помойку и заменить на принципиально новые устройства управления. Только где же их взять? Microsoft предлагает свой вариант. Этим летом Microsoft носится с идеей нового консольного устройства, получившего кодовое название Project Natal. Принцип в нем использован знакомый – ввод информации при помощи телодвижения. Любители авиасимуляторов уже давно научились вертеть головой в виртуальных кабинах при помощи системы TrackEar, но проект Natal – затея намного более амбициозная. Объемные и инфракрасные камеры считывают не просто повороты головы, а движение всего тела, примерно так, как это делается при захвате анимации мокап. В результате человек может управлять игрой просто прыгая, бегая, размахивая руками, дрыгая ногами и даже шевеляя пальцами. Microsoft рисует радужные картины. Вот мы нажимаем невидимые кнопки или в гонках крутим несуществующий руль, выбираем игры движением руки и прыгаем на виртуальном скейте. Конечно, не стоит надеяться на то, что прыжки перед телевизором заменят привычные геймпады. Но Microsoft уже изготовила тысячу комплектов для разработки игр под Natal, и она полна решимости потеснить консоль Nintendo Wii в тех игровых жанрах, где нужно размахивать руками и скакать туда-сюда. Проницательный зритель наверняка спросит, к чему такое внимание к приставкам? Дело в том, что Project Natal – новинка уже не только консольная. В одном из интервью сам Билл Гейтс пообещал адаптировать эту трехмерную систему управления и для компьютеров. Правда, пока что речь идет не об игрушках, а о более приземленных вещах. Простые движения помогут нам управлять окнами, давать команды операционной системе, в общем, делать то, что делал герой Тома Круза в фильме «Особое мнение». Такая настольная модификация Project Natal может быть даже удобнее консольной версии. Согласитесь, шевелить руками перед монитором должно быть намного легче, чем прыгать перед телевизором. А там можно будет и до упразднения мышей додуматься, и до набора текста с несуществующей клавиатуры. Замена джойстиков и мышей камерами – дело благое, но некоторые замахиваются и на большие. Например, на то, чтобы упразднить компьютер целиком, убрав из него все эти греющиеся суперпроцессоры и дорогие видеокарты. Игродизайнер Дэвид Перри этим летом заставил весь мир ахнуть, показав возможности технологии Streaming Worlds, позволяющие играть в игры на расстоянии. Эту систему продвигает голландская фирма Гайкай, и главный ее принцип – обсчет все игры, ее графики и искусственного интеллекта не на компьютере пользователя, а на центральном сервере. Как результат, для запуска самых мощных игр больше не нужны дорогие видеокарты и многоядерные процессоры. Нужен лишь интернет-браузер и широкий стабильный канал в полтора мегабита. Сам компьютер может быть сколь угодно дохлым, лишь бы он выдерживал интернет-видео. В сеть мы отправляем нажатие кнопок и движение мыши, а взамен получаем полноценное изображение и звук. Разрешение картинки, конечно, будет небольшим, но качество видео будет подстраиваться под толщину интернет-канала. Что до запаздывания, то оно должно быть небольшим – от 20 до 10 доли секунды. Крайзис, запущенный на скромном нетбуке – вот что такое проект Гайкай. Дэвид Перри продемонстрировал возможности нового проекта, запустив удаленно не только игры EVE Online, World of Warcraft и Sport, но и программу Photoshop. Если скромное разрешение может и расхолодить энтузиастов удаленных игр, то при работе с документами и фотографиями это уже не проблема. Впрочем, о дистанционном офисе говорить пока рано. Проект Гайкай – это прежде всего игрушки. Кто может стать пользователем этой услуги? Те, кто не хочет возиться с железом и покупать дорогие видеокарты. Те, кто не хочет посвящать много времени одной игре. И, наконец, те, кто сидит на многочисленных сайтах с браузерными игрушками. Это ведь такая экзотика – погонять Крайзис прямо в браузере, не отходя от рабочего места. Игроки нынче пошли привередливые. Разработчик придумывает для них кучу видов оружия. Старается, а не нос воротит. Студия Iplex решила эту проблему кардинально. У них игра разрабатывает сама себя. Galactic Arms Race – космическая гонка вооружения – игра удивительная. Она создана учеными Техасского университета как полигон для обкатки новой технологии, позволяющий игре разрабатывать саму себя, подлаживаясь под вкусы игроков. На вид – обычная двухмерная космическая стрелялка. Игроки числом до 32 летают среди звезд и сражаются с несколькими типами враждебных инопланетян. Но под невинной внешностью скрывается научный эксперимент. Игра изобретает новые типы оружия. Каждый игрок может снабдить корабль тремя пушками. Если ему приглянется четвертая, придется выкидывать одну из тех, что у него есть. Так игроки постоянно подбирают себе оружие по вкусу, выбивая его из вражеских баз, а игра тщательно следит, какие пушки были наиболее популярными и как их применяли. На основе лучших образцов при помощи генетических алгоритмов создаются новые типы оружия, которые потом случайно попадаются игрокам в виде добычи, и уже пилоты кораблей решают брать новую пушку на борт или оставить. Результаты эксперимента поразительные. Игра сама спроектировала оружие, которое преодолевает вражескую оборону при помощи маневров и обходов с фланга. Неожиданно для самих ученых в игре появилось оборонительное оружие, которое выставляет перед игроком или по бокам от него энергетические щиты. Галактическая гонка вооружения идет сама по себе, и игроки даже не подозревают, что участвуют в проектировании новых типов космического оружия. Ученые из Университета Техаса довольны. Ведь в наше время, когда игры становятся все сложнее и сложнее, очень удобно заставить игру стать собственным разработчиком. Спутниковые фотографии и виртуальные улицы давно помогают путешественникам не потеряться в незнакомом городе. Но даже по фотографиям крыш бывает трудно сориентироваться. Хитроумные китайцы нашли выход. Гонконг – знаменитый город в устье Великой реки Янзы. Он вырос из рыбачьей деревушки в огромный метрополис с небоскребами и совсем недавно из британской колонии стал полноценным городом Китая. Ориентироваться в нем не так легко, даже с картами и даже при помощи спутниковых карт Google. Смотреть на крыши, конечно, замечательно, но снизу город выглядит совсем иначе. И тогда хитроумные китайцы придумали новый тип карт. Вот такой! Перед вами центральная часть Гонконга. Ее удивительный игрушечный стиль должен облегчить жизнь путешественникам. С названиями улиц и с точно отрисованными изометрическими небоскребами такая карта действительно намного удобнее, чем спутниковые снимки или виртуальные уличные панорамы. Правда, чего-то на этой карте не хватает. То ли труб системы водоснабжения, то ли микроскопических автомобильчиков, то ли меню выбора природных катаклизмов. Изометрическая пиксельная карта Гонконга настолько приглянулась пользователям, что теперь в планах разработчиков такие же карты всех крупных городов Китая. И, наверное, чтобы рисовать их вручную, нужно иметь поистине китайское терпение и усидчивость. Топливо для боевых армейских роботов — больной вопрос для их создателей. Фантастическая фирма Cyberdyne создала для своих терминаторов язерные элементы питания. В проектах же настоящих военных роботов США энергия добывается куда более простым, я бы сказала, дедовским способом. Этим летом мир взбудоражили сообщения от американских ученых, работающих над проектом энергонезависимого долгоиграющего боевого робота для нужд армии. Компания Cyclone Power объединила усилия с Robotic Technologies для создания энергетически-автономного тактического робота. Сокращенно его название звучит как «ИТ-робот», что примерно переводится как «Жрать робот». В пресс-релизе сам доктор Финкельштейн объявил, что робот, выполняющий многодневные боевые задачи, иногда за линией фронта и в тылу врага, будет сам разыскивать себе еду. Он будет подключаться к электрическим сетям. Он будет воровать жидкое топливо. И, как отметил доктор Финкельштейн, уникальный реактор робота позволит ему переваривать биомассу. Экологически чистый робот – это вам не какой-то там атомный терминатор. Публика на заявление доктора Финкельштейна отреагировала со смешанным чувством. Конечно, интересно, когда робот рубит дрова и топит себя. Но биомасса – понятие растяжимое. Жуткие картины представили журналисты. Роботы, упыри, рыщущие в поисках пищи и глодающие ноги раненых бойцов на поле боя. Пришлось официально опровергать слухи. В новом пресс-релизе ученый заявил, что его робот будет чистым вегетарианцем и что учить его питаться падалью не входит в задачу ученых. На мясо робот даже не посмотрит. И вообще, разве вы не знали, что есть трупы врагов – военные преступления? Так что спокойствие, только спокойствие. Боевые роботы США будут пастись на луговой траве, обгрызать кору с деревьев, таскать из поленниц дрова. Недалек тот день, когда сельские жители будут гневно гонять роботов со своих лужаек. На этом в вдохновляющем прогнозе мы заканчиваем выпуск новостей. Это была Татьяна Аболенская. Увидимся в следующем месяце. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова